Недавно в одной британской газете была опубликована статья о президенте Путине. И там якобы говорилось, что в Кремле обсуждается вопрос создания поста верховного правителя. Верховный правитель, как это перевели на английский язык, supreme leader. И я, кстати, посмотрел в газетах или в прессе российской, освещался ли этот вопрос о том, что муссируется такой предмет. И вообще, писала ли об этом российская пресса? Были ли комментарии? Были ли мнения, высказывались ли? Но мой предмет был сегодня посвящен журналистской этике. Многие, кто выступает с критикой журналистики, говорят о том, что этика журналистики – это оксюмарон. Оксюмарон, то есть мы говорим о вещи, которые не существуют. Безусловно, это, наверное, справедливо в отношении британских таблоидов. Но в целом я лично придерживаюсь другого мнения. Я считаю, что журналистики не чужды принципы и этические нормы. Я считаю, что в большинстве стран такие принципы отстаиваются профессиональным сообществом и другими. Для начала, позвольте сказать, что этика в журналистике должна, безусловно, поддерживаться самими журналистами. Но мы, как представители этой профессии, не можем быть уверены вообще в существовании этики, в журналистике, так как зависит она от гораздо большего числа факторов. Когда мы говорим о независимости журналиста, то предполагается, что вы, создавая репортаж, донося его до читателей, зрителей или слушателей, вы имеете некую независимость в высказывании своих мыслей и взглядов, но тоже относится к комментариям, к мнениям, к анализу. То есть это относится без исключения ко всем СМИ, к прессе, к вещательным каналам. И независимость это подразумевает, в первую очередь, способность высказываться о самых разных вопросах от правительства и политики до повседневности. Вот в британских таблоидах довольно долго уже говорится о ситуации вокруг британского принца Гарри и его супруги, госпожи Меган Меркл. Там много разного описалось. Но в целом можно сказать, что люди разделились на два лагеря. Точно так же, как были, значит, за и против Мегана, так и были за и против Гарри и Меган. Значит, эта полемика продолжается, что королевская семья в Великобритании считается важным институтом. И, наверное, представляет собой важность определенно, коль скоро королева по-прежнему возглавляет государство и подписывает все законы. Но у нее нет выбора, конечно, она вынуждена их подписывать, но так или иначе она это делает. И именно от ее подписи зависит введение закону в действие. Когда мы говорим о журналистике независимой, мы сразу делаем оговорку, подразумевая ее зависимость от ряда факторов, включая деньги. Журналистика – профессия дорогостоящая. И чем больше она, например, нацелена на расследование, тем больших издержек она требует, связанных с путешествиями, с добычей данных, с анализом. Нередко, попросту даже и часто, самая важная журналистика – это и самая дорогостоящая журналистика. Журналистика зависит от действующего законодательства и правовых норм в той или иной стране. Кроме того, считается, что журналистика должна ограничивать себя определенными рамками. В Великобритании это, в частности, относится к вещательному телевидению, но почти не к прессе. RT, или Russia Today, канал, который, как известно, имеет британскую штаб-квартиру и вещает в Великобритании, заплатил штраф по причине нарушения закона о честном представлении позиций политических партий. То есть, если что-то было сказано об одной политической партии, нечто должно быть сказано и о противоположных по флангу партии, или же, по крайней мере, обеим партиям или организациям, противостоящим, должно быть дано право голоса. RT заплатила большой штраф. Что можно сказать о условностях или конвенциях, или некоторых конвенциях в отношении в обществе, в правительстве, в правовой сфере относительно свободы журналистов, или журналистики как профессии? Дозволено ли им говорить все, что угодно, и какие у них рамки? В большинстве западных демократий эти конвенции основаны на поддержке принципов свободы, но без этих конвенций, без этих правил, негласных правил, в дополнение к действующему законодательству, журналистика не сможет существовать. Когда мы говорим о либеральном духе журналистики, мы подразумеваем, конечно, не либерализм в контексте партии господина Жириновского, но в контексте свободы, как это происходит от латинского корня. Мы говорим о необходимости свободы информации, так как информация для граждан, наших сограждан, обладает ключевым значением. Мы говорим о критике власти, и это важно также для наших сограждан, потому что люди должны осознавать, что интересы их представлены. Граждане должны понимать, каковы действия и планы правительства. Это относится не только к программам, но и к фактическим процедурам, механизму, да и вообще жизни ведущих членов правительства, ведущих представителей власти. В целом, люди, может быть, не слишком сведущие в каких-то хитросплетениях политики, но, по крайней мере, знают о правительстве своем достаточно для того, чтобы его принимать или, наоборот, выставить из правительственной резиденции во время выборов. Все-таки большинство людей принимают правительство на Западе сегодня таким, каким, какой оно есть, потому что правительство достаточно открыто, пусть и не во всем открыто, но достаточно открыто для того, чтобы информировать общество о своих намерениях и деятельности. В британском обществе сейчас не утихают споры относительно премьер-министра Джонсона. Он сейчас не дает интервью, как когда-то делал, на ежеутренней программе Today сегодня, и его советники говорят о том, что сегодня журналисты слишком грубые и резкие в своих вопросах и осуждениях, и что премьер-министр не участвует по этой причине в передаче. Ну, на это следует возразить, что интервью вообще – это непростой жанр, это жанр, который требует и прямоты, и в ряды случаев нелицеприятия, нелицеприятности. Но сегодня господин Джонсон не перестал выступать на этой программе. Что касается денег. Пожалуй, можно сказать, что деньги в целом происходят из двух источников. Два этих источника – это первое – это условное государство или общественные фонды, как, например, в случае BBC, которое, как известно, финансируется посредством лицензионного сбора или налога, который собирается в британском обществе. И таковы установления, относящиеся к BBC. Когда финансовые средства происходят от государства или через организованные государством каналы, должны действовать совершенно конкретные установления правовые, фактически дающие таким журналистским сообществам свободу. И это, конечно, нередко порождает толковение. Мы видим это не только в Великобритании, но и во Франции, в Испании, в Италии, где те или иные компании получают финансирование из общественных или государственных источников. Второй источник – это, конечно же, частные компании, частный капитал, владельцы или собственники, которые владеют и контролируют эти издания правого и реже левого толка. Нередко в этом смысле самый известный магнат в Западе – это господин Руперт Мердок, живущий в Австралии, владеющий целым холдингом средств массовой информации по всему миру. Считается, что это один из наиболее могущественных людей в мире, как раз ввиду того, что он располагает, владеет таким числом средств массовой информации. Он человек правых взглядов, и в целом его мнение совершенно значимо для всех издателей и редакторов его компании, что, впрочем, не означает, что они в полной мере следуют его каким-то указам, но, тем не менее, его влияние, конечно же, велико. Наконец, журналистика зависит от правовых рамок и от законодательства, которое, как обычно, гласит, что журналистика – свободная профессия, что это, кстати, отражено и, например, в Российской Конституции. Один из самых известных из этих законов – это, конечно же, закон конца 18-го столетия, принятый отцами-основателями США, в соответствии с которыми, именно с американской Конституцией, Конгресс США, парламент, соответственно, американской, никогда не примет ни одного закона, который мог бы повлечь за собой снижение или сужение свободы слова и свободы печати. То есть журналисты в Америке имеют возможность в полной мере опираться на этот постулат Конституции. И с конца 18-го столетия статья эта неизменна, несмотря на то, что она не раз становилась поводом для судебных распирательств, однако она по-прежнему обладает, эта статья, принципиальной важностью. В Британии нет закона, который бы постулировал свободу печати. Прежние законы, которые фактически содержали цензурные ограничения на свободу печати, давно упразднены, они отменены, это правда. Но конкретного закона, где было бы написано, что журналистика свободна, в Великобритании нет. То есть это одна из весьма специфичных для Великобритании черт, скажем так, его правового ландшафта, потому что мы знаем, что у Соединенного Королевства попросту нет Конституции, нет некоего писаного законодательства. Великобритания в первую очередь основывается на праве прецедента и на совокупности большого числа законов, а также общего понимания тех или иных правовых норм, которые в частности гласят о необходимости либерального духа и не только среди граждан, но и среди государственных служащих, политиков и журналистов. В соответствии с подобной правовой традицией правительство в Великобритании должно быть прозрачным и видеть свою функцию, в частности, в эффективном управлении и отсутствии ограничений, в том числе, на журналистов. Ну и последнее, что очень важно для журналистики, особенно для журналистских расследований, это то, что их публикации должны иметь какие-то последствия, оказать некой эффект. Если что-то публикуется или тем более показывается сюжет, по телевидению, например, результаты журналистского расследования, где разоблачается коррупция, то это должно и немедленно оказать какое-то воздействие на общество и влияние. То есть, если самое сообщение, самый репортаж разоблачает как раз какую-то коррупционную схему или, например, как раз наоборот, раскапывает правду или, наоборот, скрывает правду, то должен быть закон. Это, собственно, будет расследование, и, конечно, должно быть отчет или доклад, сообщенный, основанный на фактах, и, безусловно, должны воспоследовать изменения. По многих же странах. Когда журналист что-то разоблачает, разоблачает коррупционную схему, разоблачает разные схемы прикрытия, никакого воздействия это не оказывает. Да, публикация идет, да, в эфир выходит, никаких последствий. Поэтому, конечно, должна быть связь между журналистикой и правовой юридической системой, и вообще со всем, что происходит в отношении того сюжета, который журналист написал. То есть вы должны теоретически вроде как быть свободны, то есть теоретически может быть свободная пресса, которая при этом никакого действия на общество не оказывает. То есть эти публикации просто игнорируются. Все эти вещи абсолютно необходимы для обеспечения свободы журналистики. И много-много, что нужно для этого. У некоторых стран есть какие-то из этого элементы, но у некоторых нет полного, а у каких-то стран вообще ничего нет. Почти. Ну, например, в Румынии, например, американский профессор, кто проживал в Румынии несколько лет и как раз преподавал там журналистику, работал политологом в университете в Румынском. И он сам написал, недавно вышел на пенсию, и он написал, поделился своими мыслями о журналистике в Румынии. И, соответственно, это может быть распространено и на все те государства, которые переживали в свое время коммунизм, а теперь стали посткоммунистическими обществами. И он сказал, что мы западные люди, мы совершенно имели нереалистические ожидания в отношении темпа перемен и степени демократизации и либерализации в посткоммунистических странах. То есть наше восприятие, что, мол, развитие СМИ в этих странах и вот то, что в результате не получилось ничего, не должно нас удивлять, поскольку ожидания, ожидания на успех были столь высоки, а вместо этого получилась неудача. И неудача, если мы... Потому что мы исходим из посылки, что СМИ являются, свободные СМИ являются необходимым условием демократизации. А сама по себе журналистика может, да, способствовать демократизации общества. И тогда мы в это верили, и теперь мы так разочарованы, поскольку наши ожидания были абсолютно нереалистичны. В целом, как он писал, медиа в бывших коммунистических странах, и уж точно в Румынии, остались непрофессиональными, очень часто коррумпированными и готовыми на подкуп в подчиненном положении в отношении политическим и экономическим властям. При этом они действуют в коррумпированном климате, политическом и культурном. Да, небольшая доля журналистов стала посвободнее, особенно журналистские расследования. В Румынии же тоже есть исследователи, кто проводит журналистские расследования и выводит на чистую воду в случае коррупции. Вот совсем недавно же был случай, когда смогли даже добиться тюремного срока для человека, кто был тогда руководителем Социал-демократической партии, и судьи, в общем, руководствовались. Какое-то воспоследствовало действие, да, эффект был. Но, к сожалению, это слишком редко. Но, однако, теперь есть некий масштаб свободы, но в диктатурах, где абсолютная власть принадлежит одному человеку или одной политической партии, как правило, этот руководитель партии, в таких обстоятельствах журналисты не могут быть свободными вообще. Они просто являются рупором правящей партии, партии, простите, или отдельного лидера. То есть совершенно невозможно ожидать ни свободной журналистики, ни в каком смысле слова, ни этичности. Журналисты просто обязаны выполнять то, что те задачи, которые ставит перед ними государство или государственная партия, которая власть. Ну, совершенно определенным примером, который всегда, ну, говорит о том, что вот до какого дна, ну, вот в любом ранжировании степени свободы средств массовой информации является Северная Корея, где есть уже наследственный, наш обожаемый руководитель Ким Чен Ын, и что он говорит, что партия говорит, всегда об этом пишут в газетах, и об этом, это все это идет в эфир, в телевидении. То есть 99% все новости сводятся к тому, что делает обожаемый руководитель в этот день. Если, в общем-то, он ничем особенно не занимается, похоже, он так и действительно не особо чем занимается в какие-то дни, тогда идет постоянное напоминание людям, народу о том, чем он занимался вчера. Накануне. Но теперь уже 4 миллиона мобильных телефонов, в частном владении у севера корейцев, что, конечно же, может быть уже маркером перемен. Потому что люди могут говорить по мобильным, да, могут прослушиваться, контролироваться. Подписали тот, он подписал, то есть каждый человек подписывает при покупке телефона заявление, что он не будет хулить в режим политический. Но 4 миллиона телефонов, айфонов могут означать проблему. И проблему, которая никуда не уйдет до этого режима. Авторитарные страны, которые могут быть в разной степени авторитарности, но, как правило, чаще встречаются диктатуры, как Северная Корея, Эритрия, таких мало теперь. Но есть разная степень авторитарности страны в мире, где, да, есть некая свобода, порой, да, иногда есть, но по сравнению с прошлым. В прошлом так вообще много свободы. Но она, тем не менее, ограничена. Ограничена, например, в Египте. Свобода СМИ намного больше, чем до этого. До арабской весны, к слову говоря, когда ряд военных руководил Египтом, то СМИ постепенно либерализировались, особенно при Мубарике, кстати. Вот там какое-то поставалось пространство для проявления критики, ну, хотя бы такое очень нерезкое, когда можно было даже в эфир выйти с сюжетом о коррупции. После этого последовала арабская весна, после чего военный лидер Аль-Сиси, начальник штаба генерального, он пришел к власти, остается у власти. Он закрутил гайки и сделал режим более авторитарным. И многие журналисты получили сроки тюремные, некоторые подверглись пыткам. И очень мало осталось какой-то свободы в журналистике. В Турции дело не настолько обстоит плохо, но, тем не менее, многие журналисты тоже сидят в тюрьме именно за то, что публиковали статьи против режима, против власти, против президента Эрдогана. Ну, например, какое-то время 50 или 60 журналистов одновременно сидели в турецких семьях, в тюрьмах, простите, именно за выступление против режима, официальной прессе. Сейчас меньше, но все равно медиа под большим контролем. В Саудовской Аравии по-прежнему многие журналисты находятся в тюрьме. Есть утверждение, что их пытают. И хотя пришел теперь якобы новый принц, он пытается либерализовать общество в Саудовской Аравии, тем не менее, журналистика не сильно изменилась. Журналистов пока нет пространства, где они могут выходить свободно с своими сюжетами в эфир или публикацию делать. В Китае тоже много случаев. Си Цзиньпинь, по сути, ну, закрутил немножечко гайки в том обществе, которое было относительно, открытым, относительно свободным с точки зрения СМИ. Относительно в каком смысле? По сравнению с прошлым страной. Теперь единственная провинция в Китае, где возможна свободная журналистика, это Гонконг. Ну, вы сами видите, последние месяцы демонстрации в Гонконге, которые преимущественно как раз и выступают за сохранение демократии в Гонконге, в том числе и за свободу своих средств массовой информации. В России. Опять же, я должен сказать, что вы мне должны рассказывать, что происходит у вас в стране, но я знаю, что некоторые журналисты сидят в тюрьме, немного так, к счастью, но сейчас мало таковых, а может, наверное, сейчас уже прям сегодня и никого нет. Но проблема, с которой вы сейчас сталкиваетесь, или ваши коллеги сталкиваетесь, скорее исходит не от самого государства, а опасности с убийствами политическими. Но самый знаменитый случай, это Анна Политковская, много лет назад уже, получается, ее просто в подъезде собственного дома убили. Предполагается киллерами из Чечни, потому что она преимущественно писала, причем очень критично, про Чечню, про власти тамошние, и за это заплатила высокую цену, самую высокую возможную цену. Многие из вас, конечно, помнят самые первые дни нашей конференции, когда мы с вами, у нас первый же день был в Оксфордском университете, где Мартин Харрис выступал. Он дипломат, страна Великобритании, был советником-посланником Москве, посольстве, и послом Украине, и он говорил о медиа, в конце концов своего выступления, помните? И в конце, помните, он выразил оптимизм. Он сказал то, что сейчас происходит в России, и очень часто это не распознается на Западе, а в действительности это предполагает куда как большую свободу, куда больше пространства, в котором могут свободно действовать журналисты, где они могут свободно критиковать, разоблачать. И это преимущественно сводится именно к положительному воздействию социальных сетей и интернета, поскольку вы можете выложить в сеть вот эту большую экспансию и того расширения людей, числа людей, кто использует интернет. Ну, понятно, что большинство свое мнение туда выкладывает. И в России нет цензуры. Об этом говорят, но поправьте меня позже, если я ошибаюсь здесь, но насколько мне известно, поскольку нет цензуры в интернете, это что значит, что граждане России, особенно молодежь, которые все время сидят в интернете, они читают газеты и не смотрят телевизор, то в силу этого происходит. И в каждой стране мира, к сожалению, происходит такое, что молодежь отходит от традиционных носителей информации, такие как эфир, такие как журналы, такие как газеты, выходит вместо этого в интернет. И там через социальные сети, в том числе, находят то, что они ищут. Многие полагают, что демократия, свобода СМИ наступают якобы, не пришли в западное общество сразу, а потребовалось достаточно много времени. И в силу этого, якобы они настолько хорошо устоялись, поэтому невозможно обрезать, невозможно урезать свободу. Однако есть и три страны, которые не так часто упоминают. Это одна из, например, Швеция, где монах Джеденис в конце XVIII века начинал писать о необходимости свободы, всех свобод, свобода торговли, свобода слова, и свобода, в том числе, прессы. И впервые тогда было дано обоснование, что свобода является существенно необходимой, как для граждан, для того, чтобы иметь доступ к информации о своей собственной стране, поскольку они граждане, им нужна информация. Но, по сути, она нужна и для правителей, с тем, чтобы они знали, каково мнение людей, чтобы сами тоже получали доступ к информации, и в силу этого это обеспечит большую эффективность власти. И он писал, писал даже книжку про это, она была опубликована, и тогда у Швеции в состав ее входила Финляндия, но после этого Финляндия откололась. Он, кстати, проживал в тех регионах тогдашней Швеции, которые сейчас в составе Финляндии. И после этого тогда вышел закон о свободе прессы, потом его изъяли из Конституции, потом снова ввели, и Швеция, и Дания, и Норвегия, и Финляндия обычно оставляются теми странами, которые воспринимаются как самые свободные с точки зрения свободы с массовой информацией. Потом мы должны сказать о Великобритании и период гражданской войны в 17 веке, которая потрясла Англию, и страна раскололась на две страны. Страна, поддерживающая короля, короля Карла I, кто там был власти, и тех, кто поддерживал парламент, Кромвеля, были насильственные столкновения между обеими сторонами, стали появляться памфлеты, эссе, которые выступали с доводами одних сторонников одной партии или другой, и власти пытались их подавить. Джон Милтон, который был известным поэтом того времени, но также, помимо этого, был, конечно, еще и политическим деятелем, и он написал книгу, называется «Ариопагетика», где он как раз обосновывал, почему необходима свобода, свобода в том числе на выражении своего собственного мнения, чтобы люди выражали все то, что они чувствуют, что в том числе это может способствовать формированию мнения других граждан. Поэтому это была совершенно новая идея к тому времени. Но он настолько четко прописал положительные стороны этого достоинства, поэтому это остается по-прежнему основным текстом, который обосновывает политику пресса. Джон Стюарт Милл, политический философ XIX века, написал эссе о свободе, который продолжают часто цитировать. И в этом эссе о свободе он куда как более радикально, нежели Милтон, утверждал, что свобода слова, свобода прессы являются абсолютно неотъемлемыми, важными для общества. Он утверждал, что людям нужна информация для того, чтобы быть гражданами, властям нужна информация для того, чтобы правильно править. И что не важно, какое мнение, насколько бы оно было непопулярным, не важно, насколько малое число людей является его сторонником, ни одно мнение не должно быть, его выражение должно быть подавлено. Поэтому всегда шли дебаты, всегда шли споры об этом. Может быть, какие-то мнения следуют, пожалуй, все-таки как опасные, не давать им ходу, не давать возможности их заявлять. И есть, конечно, ряд ограничений на абсолютную свободу. И они, конечно, идут горячие споры, но основа состоит в том, что, если угодно, по определению, по заводским, что называется, настройкам, по дефолту, состоит в том, что каждое мнение имеет право и ему есть место, имеет право на выражение. И теперь поговорим про США. В США основатели, когда писали Конституцию, они сразу первую поправку свобода религиозного исповедования, свобода слова и свобода прессы. И это стало просто основой американской журналистики. Сейчас тоже идут огромные бои в США в отношении президента. Травма буквально. Кому не очень нравятся некоторые СМИ, ему нравится Фокс, но не нравятся остальные. Поэтому он не то, чтобы пытается цензуру вести, он просто не мог бы, но он всегда с ними сражается, СМИ. Он называет те новостные каналы, которым мне нравится, что они делают, якобы фейковые новости. Особенно он ярый критик СНН. СНН и Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост тоже у него не милости. Все либеральные СМИ, которые выступают против него, там вечно идет борьба. Но самое правое этих СМИ, этих газет, этих журналов писать то, что они желают, выводить в эфир, что они желают, остается, по сути, тем, что никто не может оспорить. Равно как и в США, то, что произошло больше, чем какой-либо другой страной, произошло то, что журналистика остается буквально центром политики. В Великобритании все же, да, журналистика важна, но она, что называется, важна, когда-то больше, когда-то меньше. В США же центральные доводы, которые политики выдвигают, они всегда идут через СМИ. В 30-е, в 40-е годы они в основном обращались к интеллектуалам, которые проводили свои дебеты, которые очень интересно прочитать эти дебаты. Липман, с одной стороны, с другой стороны, Джон Дюэй, кто был политическим философом, и они вот между собой спорили в отношении того, что, ну, чем должна заниматься журналистика. И у них были совершенно разные мнения. Липман полагал, что журналистика слишком, часто искажает факты, слишком небрежно, и поэтому должны быть, помимо журналистики, быть такие центры, которые будут корректировать новости, вносить поправки. Ну, скорее, может, какие-то полуакадемические, полужурналистские какие-то центры. Он говорит, он всегда говорил о важности точных новостей. Дюэй же более следовал духу американской войны за независимость, которую называют в английском языке американской революцией. Он говорит, да, порой журналисты могут быть небрежными, но все равно СМИ должны иметь свободу в том числе и на небрежность. Вот именно Дюэй это один из его доводов, которые пока остаются в силе. И последнее. Я уже многое с вами говорила о журналистике, и журналисты часто говорят о государстве, об угрозах со стороны государства. Это так и есть. Да, государство великое угроза свободной журналистики, потому что понятно, что у государства больше власти. Есть и секретные службы, и силы безопасности, есть возможность государства человека в тюрьму отправить, вообще закрыть какой-то СМИ. да, все это есть и все возможное. В некоторых странах власти именно это и занимаются, это и делают. Но, помимо этого, есть иные угрозы. И одна из этих угроз, она применима и к России, и даже еще более применима к другим странам, это страх. Страх. Страх, когда журналисты боятся писать или выводить в эфир некие вещи. Ну, где это яснее всего видно, это Мексика. В Мексике куда больше гибели журналистов, чем в других странах. Ну, просто на порядке, на порядке, на многие порядки, поверьте. Что творится в Мексике и продолжается, хотя вроде бы волна насилия несколько спала, происходит то, что те журналисты, кто совершенно определенно проявили личное огромное мужество, а когда писали по уголовной преступности, прежде всего про наркокартели, которые, поверьте, имеют огромную мощь, очень богатые и чрезвычайно склонны к насилию. В действительности, Хилари Клинтон, когда она была еще госсекретарем, то есть, ну, это аналог министра иностранных дел при правительстве Обама, она говорила о том, что идет гражданская война между властями и бандами. Действительно, это настолько так тяжело и есть. 35 тысяч человек, не журналистов, а вообще 35 тысяч человек гибнут в этих столкновениях между наркокартелями и государственными армейскими. Когда это было? В 16-м, что ли, году, или в 17-м? Сейчас чуть-чуть поменьше, но поверьте, что за последний год, за 19-й год, 30 журналистов были в открытую убиты, как предполагают, наркокартелями. И это очень много. Это больше, чем в какой-либо иной стране. И по большей части журналисты, большая часть журналистов все-таки опасаются. Что их контролирует? Не государство, а страх. В Италии это было, хотя сейчас меньше, когда итальянские журналисты, те, кто осмеливались писать в Сицилийскую, в Калабрии, на юге страны, рядом с Неаполем, три крупных центра разных мафий, мафиозных кругов. Когда они на нем писали, они подвергали своей жизнеопасности. В прошлом году был убит один из журналистов итальянских. Но всего 200 журналистов в Италии получили защиту со стороны полиции. То есть, они, понимаете, везде, вот вокруг них охранники. Они одни нигде теперь не ходят. Потому что предполагается, что те угрозы, которые очень часто в их... Потому что и все относятся к этой угрозе серьезно. Угрозе мафии расправиться с ними. В других странах, может быть, угроза не столь явная, но тем не менее были две... Было два, простите, недавних премьера в совсем недавнее время, когда два журналиста погибли. Два журналиста, занимавших журналистскими расследованиями, когда они как раз вскрывали политические связи коррупционеров. Один из них, Ян Кучак, Словакия, вместе с невестой погиб. Они шли по улице домой вечером. Их... С ними расправились среди улицы. А за год до этого был... Дафни Галития на Мальте. Малта, казалось бы, маленькое островное государство. Она тоже стала заниматься коррупцией в правительстве Мальты. Ее тоже убили. В обоих случаях было огромное публичное, общественное возмущение и реакции. В обоих случаях премьерам страны должен был уйти в отставку. И действительно ушел в отставку. В случае Словакии Фейко уже давно был премьер-министром. Ему пришлось уйти в отставку. Партия его осталась у власти, но лично он должен был уйти, сложить подломочия. На Мальте премьер-министр ушел в отставку. Правительство, по-моему, осталось у власти. Но все же идут огромные дебаты. Протесты до сих пор идут. Потому что люди... Потому что никого не нашли виноватых. И дело, что в этих двух ужасных случаях есть какой-то положительный момент в этом. Это то, что люди все сплотились в поддержке именно того, чем занимались эти журналисты. Именно разоблачали правительство у власти. И общественность очень часто знала или подозревала о том, что есть коррупция во власти. Журналисты как раз искали доказательств. Поэтому страх страх, по меньшей мере, в каких-то обществах является действительно никак не меньшей угрозой, чем государство. И последнее, что я хочу сказать. Этика и журналистика означает, по сути, попытку найти, установить истину и сделать свободным выражением мнения. Этическое исполнение своих обязанностей, при том, что журналист не должен ни подкупать, ни запугивать никаких людей, нужно обязательно выверять факты. И публиковать можно материал только тогда, когда вы знаете, что он отражает правду. Да, конечно, можно попытаться оспорить, но это является основой, базой журналисткой эстетической. Мы не всегда это делаем, очень часто мы стараемся так поскорее, побыстрее сделать, но это является основой нашей работы, нашего ремесла. Мы должны к этому относиться серьезно, потому что тогда и другие будут к нам относиться серьезно, и будут нам стремиться помочь. Да, истинно, не всегда сложно добраться, потому что даже, казалось бы, самый простой сюжет всегда оказывается очень непростым. когда вы говорите с кем-то, я уверена, что вы тоже с этим сталкивались, что когда вы пытаетесь разобраться, чтобы понять, какое там развитие сюжета, какие-то свидетели чего-то были, люди, кто говорил, например, с другими людьми, кто, например, под расследованием, выслышат совершенно разные истории, разные версии произошедшего, и очень трудно разобраться, где же правда. Например, вот все говорят, я был там, я видел своими глазами, и вы пытаетесь через их повествование воссоздать по этим данным то, что происходило. Это сложно, потому что часто версии друг другу противоречат, и нужно постараться разобраться все же, какое наиболее вероятное объяснение. Но в любом случае новости, как я до этого говорил, ну это некий набросок, скетч. Наверное, 10% того, что в действительности произошло, войдет в новости, попадет в новости. Ну, люди, во всяком случае, будут с этим согласны, что да, вроде бы это произошло. Тогда мы говорим, молодец, если вы настолько хорошо нашли. Поэтому всегда все открыто, да, дебатом, спором, всегда сложно хорошо сделать свою работу, но мое замечание сегодня, и смысловое выступление сводится к тому, что для нас, для тех из вас, кто, мне кажется, в большей части здесь присутствующие, всегда является существенно важным. Это ведь прекрасная работа у нас, если мы ее выполняем должным образом. В действительности, это просто необходимая работа, и необходимо стараться работать хорошо. Спасибо.